Партнер для выживания мне больше не нужен, и тогда, конечно, проще быть одному. Ну, как бы проще. Или иметь несколько партнеров. Или, короче, сейчас много разных форм отношений. Но настоящая глубина появляется только в близких, партнерских, моногамных отношениях. Но туда очень сложно прийти, и дальше сейчас люди не понимают, у них нет ответа на вопрос, зачем мне это, если туда надо фигачивать много сил, времени, энергии, это больно еще по дороге, это мне вообще не гарантирует никакого результата. Типа, а профит где от этого всего? А до этого профита добираются очень немногие. Вот когда ты туда попадаешь, в эти отношения, ты понимаешь, зачем тебе это было, нужен был этот путь. Но туда очень сложно дойти, потому что, опять же, у нас очень мало здоровых людей. Очень мало. Знаешь, это как шутка была, а когда создадут уже сайт знакомств для людей, которые в терапии. Да. И оно реально имеет смысл. Привет. Вот сколько я пыталась выразить свою точку зрения по поводу того, почему я не в отношениях, и вообще, почему мне все это не нужно, меня это не устраивает, я к этому не стремлюсь. Вот эта женщина, она высказала это очень грамотно и очень правильно. Потому что отношения в современном мире – это только риски. Это, в принципе, никаких гарантий защиты каких-то. Вообще никаких гарантий. Просто. Просто они отсутствуют. И в современном мире отношения, они потеряли ту ценность, которую, допустим, представляли ранее. Сейчас такое понятие, как семья, его просто нету, потому что раньше развестись – это целая проблема. А сейчас 80% браков, вернее, из 100% браков 80% заканчиваются разводами. Действительно, люди, по большей части, какие-то травмированные, блин, потому что всё вот не так. Одних обеспечивают, другим вот вечно, не знаю, и в рот, и в попу, и всё, давай, вот я не знаю. Ну, как бы, почему люди просто не могут жить, как два зрелых человека, думая друг о друге, но при этом не забывая о себе? До свидания. Продолжение следует...